Лео рисует? Что нужно? 12 цветов можно взять и в школу, и дома рисовать, и этого вполне достаточно, чтобы классные работы сделать, чтобы классные рисунки сделать. Ребят, рисуйте с нами. Для начала возьмем тонкую кисточку и нарисуем очень огромную бабочку. Большую, 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 большую? Конечно, большую, 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 большую. Намочим ее и возьмем черный цвет. Она будет страшная? Нет, она будет очень красивая, яркая, яркая. Но мы для начала нарисуем только ей одну деталь. Мы нарисуем ей голову, вот такую голову, вот так вот голова. Будет у нее идти? Половинка головы, да, видно? И здесь вторая половинка. Ее тельце. Мы нарисовали ее брюшко и тельце. Или тельце и брюшко. Такая бабочка. Ой, что-то совсем непонятно, что это за бабочка. Совсем непонятно. Это совсем не похоже на бабочку. Ребят, это действительно вначале не похоже, кажется. Но это все-таки бабочка. Смотри, мы сейчас нарисуем большое крыло. Вот так. И раз. Это большое крыло будет красиво смотреться. Мы нарисуем именно большое крыло. Нам будет легче рисовать эту бабочку. Потому что нам не надо будет делать ее симметричной. Мы нарисуем только часть крыла. Как бы даже не часть крыла, а только половинку крыла бабочки. Это будет красиво. Вот увидите. Вот здесь второе крыло нарисуем. И теперь мы должны нарисовать узор. Узор это здорово. А можно тоже придумать какой-то веселый узор. Я думаю, что узор будет довольно простой. Вот так. Мы просто поделим. А вот раскрасим. Очень здорово. И каждый, каждый из нас раскрасит так, как хочет. Ребят, не повторяйте за нами. Делайте сами. Узор, конечно, тоже можно попридумывать поинтереснее, как вы хотите. Но я думаю, что даже простой узор будет красиво смотреться. Так. Так. Лучше все это делать черным цветом и тоненькой кисточкой. Тогда у вас получится все это не очень толсто и красиво. И еще я забыл, что ты не нарисовал. Хотел тебе напомнить. Вот это вот, как называется, усики. Усики. Точно. Спасибо, Лео. Нарисуем усики. И вот теперь-то один усик, конечно же. А вот теперь-то мы смываем эту тонкую кисточку. Это все, что нам понадобилось. И с тонкой кисточкой. А теперь у нас есть толстая кисточка. И мы можем рисовать. Намочим как следует кисточку. И мазнем вот так. Раз, два, посерединке. А теперь добавим фиолетовую. И здесь у нас фиолетовая станет бабочка. Она размывается в самом верху. Она самая темная. Вот здесь вот. А здесь она уже становится светлее. Ого, градиентик такой. Да, это называется градиентик. Теперь начинаем это делать все по кусочкам. Каждый кусочек, каждую детальку мы стараемся вот таким образом закрабить. Здесь, здесь и здесь. Немножко делаем ляпы. Это очень легко точно раскрашивать и закрашивать. Нам не надо. Нам нужно только добавить воды. Воды. А потом добавить фиолетового цвета. Он растечется, как тебе хочется. Как ему хочется. И получится здорово. Здесь тоже добавляем. Так как еще наша черная краска не высохла, немножечко она размывается. Но это не мешает красоте нашего рисунка. Все получается здорово, как мы хотели. Здесь и здесь немножко добавляем. Смотри, мы делаем градиенты. Получается у нас и светлое, и темное левое. Это здорово. А можно другой цвет. Я думаю, внизу вот здесь мы будем использовать, например, малиновый. Тоже здорово посмотреть, как малиновые будут растекаться. Малиновый тоже здоровский цвет. И очень насыщенный вот здесь, в одном месте. А потом расплывается в другом месте. Тоже здорово получается. Добавляем, добавляем, добавляем. Везде мажем теперь малиновым цветом, водой. А потом малиновым цветом. Даже у нас перетекло немножко из фиолетового крыла тоже. Здорово, да? Очень здорово. Это такая техника называется. Так рисуют акварелькой. Как раз мы сегодня с вами потренировались, ребята, рисовать акварелькой. Ведь тут вокруг можно нарисовать тоже немножко фона. Так как ты умеешь уже добавлять много воды на лист. Много воды, не задевая другие детали. Добавляя немножко желтого, это будет здорово смотреться. А почему желтый так красиво смотрится? Потому что есть фиолетовый цвет. А фиолетового цвета всегда не хватает. Немного желтого. К примеру, сам подумай. Фиолетовый самый темный цвет. Самый темный. А желтый самый светлый. Да, самый светлый. Это два друга. Темный и светлый цвет. Когда есть контраст, очень красиво все смотрится. И приятно смотреть. Классная получилась бабочка. Спасибо, что ты нам показал это дело. Макс. Пожалуйста, ребят, подписывайтесь на канал. Приходите. И на Инстаграм, и на Ютубе можно найти новые ролики каждый день. Мы делаем что-то новое. Экспериментируем. И рисуем вместе. Все поэтапно и все понятно. Без перемотки для ребят. Ребят, хороших рисунков. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.